Добрый день, уважаемые слушатели! Посигнализируйте мне, пожалуйста, насколько хорошо меня видно и слышно. У вас рядом с чатом есть значок «Огонёк». Если меня хорошо видно и слышно, можно нажать кнопочку «Огонёк». И я вижу уже, что я в эфире, вы в эфире, и мы с вами сегодня поговорим об очень важной и актуальной именно в этот период года теме – это готовность ребёнка к школе. Почему это так важно? Кто-то из вас набирает подготовительную группу, финальную группу, после которой ваши детки уже перейдут в школу и там будут оценивать вашу работу за несколько лет, за те годы, которые ребёнок провёл в детском саду. Возможно, вам сейчас нужно каким-то образом выстроить работу в подготовительной группе с учётом того, насколько дети на данный момент готовы к обучению. Может быть, вы ведёте курсы подготовительные в школе или в каком-то из хороших детских клубов, и вам тоже важно понимать, куда и зачем мы ведём наших предшкольников и как сделать, чтобы готовность к школе была на очень высоком уровне. Если у вас есть какие-то частные вопросы, вы можете их задать в чате, и я на них буду отвечать. Если я увидела вопрос и отвечаю, всё прекрасно. Если увидела, а я их всё вижу и не отвечаю, значит, ответ будет в вебинаре, и вы его наверняка услышите. Ну что ж, давайте начнём говорить о том, что такое готовность к школе. И на современном уровне развития педагогики уже, конечно, готовность к школе не сводится только к обучению, чтению, подготовке руки к письму и овладению какими-то первоначальными математическими навыками. Это гораздо более глубокое понятие, и вот с этого я и хочу начать. Это то, на чём строится моё сегодняшнее рассуждение. Готовность к школе — это системная характеристика, то есть это определённая система знаний, умений, навыков физического развития, которая помогает ребёнку быть успешным в первом классе. Что значит системная? Надо знать, что определённые части взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. И если одна или несколько частей запаздывает, то готовность ребёнка к школе не будет полной. Ну и, конечно, на практике вы видели такие случаи, когда, например, умник и разумник, ребёнок, который знает все буквы, все цифры, он даже читает, но не может прижиться в первом классе, потому что он не научился находить друзей. Или тоже вариант с умником-разумником, гораздо более часто сейчас встречающийся. Он хорошо готов к школе, но он слушать учителя не умеет абсолютно и в конце концов начинает отставать из-за того, что не может сосредоточиться. Разные вещи бывают. Давайте посмотрим, из чего же складывается готовность к школе. Вот та самая система. Мы будем с вами говорить о физиологической готовности, потому что это тоже очень важно. Будем говорить о психологической готовности и о социальной готовности, то, о чём говорят меньше всего. И в этом разделе мы посмотрим и самооценку ребёнка, и то, какая семейная ситуация складывается дома у подшкольника, потому что то, что происходит в его семье, тоже так или иначе влияет на готовность к школе. Давайте начнём с физиологических моментов. Они, как я уже сказала, очень важны. На физиологическом плане ребёнок готов к школе, если у него присутствуют некие определённые признаки. Часть из этих признаков мы видим, а часть из этих признаков скрываются в глубине тела ребёнка, и о них мы можем только догадываться, но они от этого не менее важны. Ребёнок готов к школьному обучению, если, это так говорят медики и физиологи, если произошёл полуростовой скачок, это очень быстрый рост ребёнка, когда он за год может вытянуться 10-15 см. И, кроме того, меняется структура тела. Вот здесь на картинке, на слайде вы видите так называемый филиппинский тест. Его тоже можно попросить сделать ваших деток. Если ребёнок может своей ручкой дотянуться через голову к противоположному уху, это значит, что полуростовой скачок произошёл, его конечности вытянулись, и, по сути, это уже повзрослевший человечек. Если же ручки и ножки короткие, и ручка никак не дотягивается до уха, значит, сильный рост ещё впереди, и ребёнок физиологически пока не готов к школьному обучению. Это не самый главный критерий, потому что критериев много разных, но его тоже нужно учитывать, потому что часто детки не успевают в первоклассе, потому что они ещё физиологически незрелые. Второй показатель – это смена молочных зубов на постоянные. Если зубки меняются, значит, уже тоже не близко к школе. Ну и то, что внутри происходит, об этом я скажу чуть попозже. Это формируется лобная доля мозга и идёт процесс мионизации нервных волокон. Чуть попозже расскажу об этом. Проверяем мы и смотрим уровень физического развития. И ребёнок, который собирается пойти в школу и готовый к школе, он обладает некими такими качествами, которые относятся к ловкости и выносливости. То есть он уже может делать достаточно сложные упражнения. Например, он бегает, и в беге есть фаза полёта, то есть когда ножки не касаются земли, он может бросать предметы, прыгать. То есть уже много-много чего он умеет. Коллеги, пожалуйста, поставьте ещё значок «Огонёк», у кого звук есть. Потому что у нас очень много жалоб в чате на то, что звука нет. Их слишком много, чтобы их не игнорировать. Хорошо, всё, значит, звук есть в основной массе. Хорошо, отлично. Кроме того, мы обязательно смотрим на развитие мелкой моторики и артикуляционного аппарата. Готовность нервной системы к обучению в школе – тоже очень важный момент. Мозг ребёнка в первые годы его жизни растёт очень быстро, и к шести годам мозг ребёнка – это практически мозг зрелого взрослого человека и, как я уже говорил, развиваются лобные доли. Что это нам даёт? Это даёт способность планировать, ставить цель и совершать волевые действия. То есть делать не то, что хочется прямо сейчас, а то, что, может быть, сейчас не очень хочется, но в определённом будущем это приведёт к хорошим результатам. Мы можем понять, что мозг ребёнка формируется нормально, если он способен достаточно долго заниматься трудной деятельностью. Есть такие у нас детки, которые могут просидеть и 40 минут, и час, если им что-то интересно. Если ребёнка интересуют игры по правилам, то есть он стремится играть по правилам, и вот эта знаменитая фраза дошкаля «так нечестно», она и свидетельствует о том, что ребёнок уже обладает вот такими волевыми способностями. И да, умение сосредоточить внимание и уже самостоятельно какое-то время удерживать внимание на том предмете, которым ребёнок занимается, без особого отвлечения на помехи в виде других детей или каких-то ещё интересных игр. Ещё один момент, который относится к развитию нервной системы, это минимизация нервных волокон. Наша нервная система устроена примерно как электрическая сеть, если очень грубо говорить. Так вот представьте, у малышей вот эти вот нервы, проводочки, они ничем не защищены, они без изоляции. И вот эта изоляция, белковая оболочка, она тоже отрастает примерно к 6 годам, уже становится прочной. И это значит, что сигналы могут идти быстро, не рассеиваться, и ребёнок становится способным управлять своими эмоциями и вообще управлять собой. Вот, это показатели нервной системы, которые должны быть. Что может и должно педагогов и родителей настораживать? Если ребёнок не обладает достаточной памятью и вниманием, то есть если он не может удержать в памяти названия, допустим, пяти картинок и больше, обычно для ребёнка это 5-7, это в норме, может быть и 8-9, меньше пяти, это уже плохо. Если ребёнок быстро утомляется, проявляет раздражительность, не умеет контролировать свои эмоции, родители очень часто говорят, ну что вы от него хотите, он ещё маленький. Так вот нет, шестилетний человечек может управлять своими эмоциями какое-то время и эти эмоции себе подчинять. Если у ребёнка трудности в общении со сверстниками, то есть он не выдерживает правила, он не выдерживает личные границы, проявляет гиперактивность или медлительность, не может работать с учебными задачами, не может контролировать себя, то тогда нужно уже наблюдать у этого ребёнка попристальнее, разбираться с причинами и каким-то образом ребёнка доучивать, до тренировать его головной мозг, чтобы он быстрее был готов к школе. Сделать это на самом деле можно, и методы, которые сейчас используются психологами, они дают замечательный результат, в том числе для деток с различными нарушениями, например, с СДВГ, или для деток, которых мы называем так между собой и мажечковые дети, то есть дети с нарушением тонуса, очень медленные, рассеянные, которые всё упрокидывают, которые сами падают бесконечно, которые не концентрируются и так далее. Это всё можно дорастить. Когда мы корректируем вот это состояние центральной нервной системы, мы опираемся на философию или на метод, замещающий антогенеза. Он говорит о том, что если мы имеем какое-то нарушение, то мы устраняем не вот видимое, как бы то, что у нас есть, а смотрим на причину его возникновения. Смотрите, например, вы видите, что ребёнок не может на листе провести линеечку и там по лабиринтику вывести героя к его домику. Это вот такое вот суперпопулярное задание для подготовивших. Вот, смотрите, у ребёнка не получается раз за разом, и его линия уходит непонятно куда, и герой в этом задании никак свой домик не найдёт. Мы тренируем это задание, оно не тренируется. Тогда мы можем возвратиться к истокам и посмотреть, а как у ребёнка вообще с ориентацией в пространстве, понимает ли он вверх, вниз, право и лево, понимает ли он направление в своём теле, может ли он действовать в пространстве. И вот постепенно, постепенно, постепенно вот всю эту линию пространственных связей мы простраиваем. Точно так же, если ребёнок не различает, допустим, гласные звуки в слове, не может О и А различить, тогда мы можем до бесконечности ребёнка натаскивать и не видеть результат, а можем вернуться немножко назад, как бы в период более раннего развития, и потренироваться сначала на разных неречевых звуках, на их извлечении, развлечении и так далее, а потом уже вот эта вот острота слуха у ребёнка нарабатывается, натренируется, и ему проще становится различать и речевые звуки. На таких примерах я постаралась объяснить, что такое метод замещающего энкогенеза. То есть ещё раз, если что-то не получается, возвращаемся к более ранним периодам, прорабатываем их и затем уже потихонечку, потихонечку доходим до того, что должно быть по возрасту. Вот несколько разных упражнений, видов упражнений, через которые мы наращиваем центральную нервную систему ребёнка и готовим его к школе. Это работа нейропсихологов, психологов, но это не значит, что какие-то из этих упражнений не могут использовать воспитатели, педагоги на группах. Итак, смотрите, например, процессы, которые помогают развить сенсорную чувствительность ребёнка. Например, повтори позу, телесные буквы, цифры, когда мы на спинке, например, рисуем треугольники и просим ребёнка сказать, что там нарисовано. Разбираем предметы с различной фактурой, играем с палочками, распознаём буквы, которые опять-таки написаны, может быть, у ребёнка на спинке или на ладошке. Точно так же мы даём упражнения, которые помогают ребёнку развить его зрительный гнозис, то есть умение видеть и различать разные зрительные образы и предоставляем ему разные разрезные картинки, пазлы, даём задание на выбор недостающего фрагмента, дорисовывание до целого, исправление ошибок художника и так далее. Этих работ, этих вариантов упражнений в интернете огромное количество, поэтому я их тут не провожу. Если мы видим, что ребёнок на листе не различает право и лево, не работает с графическими диктантами, не может писать буквы или их путает часто, тогда мы опять-таки возвращаемся назад и начинаем с ходьбы и прыжков, которые даёт возможность ориентироваться в пространстве. Играем в разные игры, где нужно различать выше, ниже, впереди, сзади, право, лево. Играем в зеркало, когда ребёнок один показывает, а второй повторяет, показывает направление, а затем уже даём графические диктанты и любуемся своими прекрасными результатами. Вот ещё несколько картинок, которые можно использовать для того, чтобы развивать зрительный гнозис ребёнка. Но, кстати, вот эти же картинки мы используем и как диагностику, об этом тоже потом расскажу. Ну и вводим как самостоятельное упражнение или часть других упражнений. Это квазипространственная логика грамматической конструкции, где мы работаем с предлогами. Дети часто в предлогах ошибаются, то есть над, под, за, впереди, справа, слева могут перепутать. Мы даём простейшие логические задачки, синонимы, антонимы, играем со словами, с рифмами и так далее. То есть уже рассказываем, показываем детям, как устроятся и какие отношения и законы есть внутри знаковых систем. Работаем с графикой. И здесь нам в помощь разные поделки и специальные рисунки. Ну вот, например, рисование двумя руками, которое тоже очень хорошо развивает мозг и развивает межполушарные связи. Я сейчас по этим упражнениям быстро пробегаю. У вас будет презентация в вашем распоряжении, и вы легко сможете эту презентацию взять и ей воспользоваться. Дальше. То, что касается наработки слуховых впечатлений и тренировки звукового анализа, которые в первом классе деткам очень-очень нужны. Что мы можем сделать? Опять-таки вот здесь упражнения, которые у меня написаны, они выстроены в порядке возрастания сложности. Ну и, например, первое – это чудо-звуки. Здесь мы с детьми учимся различать неречевые звуки, различные шумы природы. Здесь мы просто их слушаем, обсуждаем. Шумы природы, может быть, какие-то промышленные шумы или культурные, да, там, паровоз, машина, самолет слетает и так далее. Потом мы берем шумящие коробочки. Это набор коробочек. Они парные. В каждой паре коробочек свой наполнитель. Есть у Монте-Сори такая игрушка, но можно сделать и самим. Он делает из киндер-сюрпризов или одинаковых каких-то баночек уже, которые покупают. Вот, допустим, в двух баночках у нас горох, в двух баночках у нас песочек, еще в двух баночках у нас звонкий бисер и что-то еще. Коробочки непрозрачные, и детки должны найти по слуху две одинаковые коробочки. Параллельно развиваем чувство ритма с помощью ритмических упражнений. Ну и дальше уже идут более сложные варианты упражнений, например, игра в рифму, развлечение первого и последнего звука, изменение букв, ну и такие вот уже сложные задания, как то, что последнее написано, конец и начало. То есть нужно написать в скобочках буквы, которые заканчивают первое слово и начинают второе слово. Достаточно сложная уже такая задача. Еще очень важная вещь — это развитие межмодального переноса, умение делать межмодальный перенос. То есть очень быстро передавать ощущения из одной модальности в другую. Например, мы что-то посмотрели, пощупали в мешочке, в волшебном мешочке, волшебный мешочек у всех, наверное, есть, и нужно какая-то где-то нарисовать. Или, например, ощупать, не глядя, и назвать. Или, например, вы ребенку говорите, найди, пожалуйста, тигренка, и ребенок должен в мешочке тигренка найти. То есть вот для тренировки манистических процессов у нас волшебный мешочек очень хорошо помогает. Ну и дальше, допустим, ребенок рисует то, что услышал, и так далее, и так далее. Разные упражнения на смешивание вот этих вот ощущений. И номинативные процессы столкнулось с тем, что они для детей невероятно сложны почему-то. Пока не поняла, почему. Может быть, у вас тоже есть такие наблюдения, но вот игра, в которую мы играли в детстве, я знаю пять имен, у детей очень умненьких детей вводят просто в какой-то ступор, и они не могут это сделать. Вот. Называние предметов, закончить словосочетание, сравнить понятия, угадать животных по качеству, например, серый прыгучий с длинными ушками, это и так далее. Ну и составление определения, то есть что такое, например, плюцер, что такое носовой платочек, что такое детский сад и так далее. Игры со словами. Что может помочь детям, у которых нервная система чуть-чуть запаздывает? Таких детей у вас наверняка много, и у кого-то из них есть уже запись, что ребёнок с задержкой психического развития или СДВД. Участия детей, если я правильно всё понимаю, нету, потому что родители их не обследовали или не хотят обследовать и признаваться, что с ребёнком что-то не то. Но, тем не менее, если мы видим, что ребёнок отстаёт, мы можем порекомендовать родителям нейропсихологическую коррекцию. Ну или есть уже счастливые детские сады, в которых работает нейропсихолог на каких-то условиях, как дополнительные платные услуги, или немножко нейропсихология включается в другие задания, занятия, но, тем не менее, нейрокоррекция, она даёт замечательные, потрясающие результаты. Она работает со всеми отделами головного мозга. Занятия строятся поэтапно, начинаются с каких-то простых вещей и заканчиваются более сложными. И в этих занятиях через определённые игры и упражнения весь головной мозг ребёнка стимулируется и начинает развиваться. Они дают хороший результат. Ещё одна интересная вещь, которая помогает детям натренировать мозг и вырастить его, это кинезиология. Наука о развитии головного мозга через движения. Особые движения. Но если к этим движениям присмотреться, то мы начинаем понимать, в чём у них у всех общее. Это движения, которые, например, в правой и левой руке не одинаковые. Это очень сложно сделать. Иногда мы и сами ошибаемся, но детям тоже очень сложно. Допустим, у нас одна рука показывает так, а вторая вот так. И потом мы их меняем. И таким образом мозгу, центральной нервной системе приходится делать вот такую сложную, непривычную работу, а любая сложная, непривычная работа мозг тренирует. Смотрите, какие могут быть упражнения. Здесь я тоже их привожу. И опять-таки говорю, что их очень много в сети интернет, вы их можете найти. Вот такие вот упражнения. Ну, например, сейчас попробую показать. Так, зайчик, колечко, замочек. И на другой руке точно так же мы показываем. Или упражнение вот такое, которое никто из детей не может сделать. Или вот такие вот колечки каждым пальцем. Попробуйте, покажите вашим деткам и увидите, кто из них делает хорошо, а кто не очень. Ну, вот те, с которыми я работаю, они вначале делают все не очень. Потому что у современных деток, я об этом тоже говорила уже, у них вот эти вот навыки, пальчиковые навыки, мелкая моторика, развиваются все не очень хорошо. Ну, вот ещё примеры движений из кинезиологии. Что ещё можно предложить для того, чтобы дорастить головной мозг? Это, например, нейро-йога. Тоже система, она похожа на занятия с нейропсихологом, но включает в себя ещё и элементы классической йоги, потому что здесь есть и простые разминки, растяжки, есть суставная гимнастика. Детей обучаем самомассажу, то есть умению тонизировать самостоятельно своё тело, свой организм. Сюда же добавляются глазодвигательные упражнения, артикуляционная гимнастика логопедическая и упражнения по развитию общей мелкой моторики ребёнка. Упражнения на баланс, которые тоже хорошо развивают головной мозг. Упражнения на дыхание и обязательная релаксация, которую дети очень любят и очень ждут. Вот таким образом можно заниматься нейро-йогой. Причём, если вы вводите элементы нейро-гимнастики, нейро-йоги, нейро-игр в своей группе, то выигрывают от этого не только дети с особенностями развития, но и все остальные дети, даже самые умные. Потому что каждый ребёнок улучшает работу своего головного мозга, своё физическое развитие, своё умственное развитие, ну и всем от этого становится хорошо. Если детки с ОВЗ есть в ваших группах, то упражнения из нейро-гимнастики или нейро-йоги я вам очень сильно рекомендую, потому что это то, что может таких деток дорастить до школы. Ну и также, наверное, актуально для групп, в которых есть дети с разным уровнем, это занятия на разных неустойчивых поверхностях, которые тоже способны тренировать мозг. Это мы говорили сейчас о физиологии, говорили о развитии самого тела и центральной нервной системы. Сейчас мы переходим к более таким тонким настройкам и будем говорить о психологической готовности к обучению. Кстати, если вопросы появляются по ходу моего рассказа, вы их тоже можете задавать, не откладывая, но в долгий ящик. И лучше, если я отвечу сразу, пока тема ещё, что называется, свежая и тёпленькая. Что мы относим к психологической готовности к обучению? Это, прежде всего, познавательная готовность. То есть, когда ребёнок готов не только играть, не только через игру и подражание завоёвывать и узнавать этот мир, а ребёнок уже готов изучать этот мир, то есть задавать вопросы, интересоваться тем, что он не знает и что непонятно, пользоваться своим мозгом как инструментом для нахождения ответов на какие-то загадки, умением, например, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать предметы. Если ребёнок способен действовать на внутреннем плане, что такое внутренний план? Смотрите, когда детки маленькие, они, например, что-то делают, и они вслух или поднос себе, что называется, проговаривают. Он что-то делает, сложно, например, оригами говорит себе, так, сейчас берём квадратик, складываем пополам, получаем треугольник. Потом, когда дети постарше, вы видите, что он ничего не произносит, но губки шевелятся, и потом уже он остаётся молчаливым и спокойным, но, тем не менее, он делает, а вот эта вся программа, она проговаривается про себя, она ушла на внутренний план. То есть к моменту перехода в школу ребёнок должен уметь программы запоминать и воспроизводить себе на внутреннем плане. Дальше понимание причин явлений, причин и следствий, ну и, конечно, наличие определённого набора знаний, представлений и умений. Вот если со знаниями всё хорошо, если дети у нас сейчас буквально напичканы знаниями, нужными и ненужными, всякими иногда и по возрасту, то вот с представлениями и умениями не очень хорошо всё складывается. И я сама много раз наблюдала, как очень-очень-очень умненький ребёнок берёт ножницы так, как будто бы он делает это первый раз в жизни, и приходится подглавлять пальчики, вкладывать ему этот инструмент, и потом мы изводим просто гору цветной бумаги, чтобы вырезать треугольничек или квадрат. Но вот кто со мной согласен, поставьте огонёк. У кого такая же проблема? Я вижу детей, у которых ручные навыки развиты очень плохо, а знаниями вот просто голова набита сверху. Вот. То есть огонёк лучше сбоку от чата ставить, да, чат мы оставляем для вопросов и каких-то других нужных вещей. Спасибо за огоньки. Я рада, что я не одна такая. Мы развиваем детей через всякие интересные занятия, ручные, и на каждом занятии вводим какой-то мастер-класс, в котором ребёнок может поработать разными инструментами. Помогает ли карандаш во рту перейти на внутреннюю речь? Не очень поняла про карандаш во рту. Ну, так ли я поняла, что ребёнку предлагают взять в рот карандаш, чтобы он не проговаривал слова? Мне кажется, что внутренняя речь, она приходит сама, когда ребёнок к этому готов. То есть ему какое-то время нужно попроговаривать, когда он будет готов, он сам уберёт на внутренний план. Вот. Не думаю, что карандаш помогает, скорее нервирует, но это моё личное мнение. Второй элемент готовности к обучению — это речевая готовность. И под речевой готовностью мы понимаем не только умение произносить определённые буквы и слоги и связывать их в слова, но ещё и умение пользоваться речью для того, чтобы решать свои проблемы с общением. То есть здесь мы смотрим, как речь помогает ребёнку производить различные мыслительные операции и доказывать какие-то факты. Мы видим, как речь помогает ребёнку общаться со сверстниками и налаживать контакт с социальным взрослым, то есть с учителем. Ну и третий критерий — это развитие восприятия памяти, внимание и воображения. И здесь мы говорим уже о произвольности. То есть если у дошкольника всё это есть, но оно не произвольное, то есть педагог в старшей группе пришёл на занятие, показал чего-нибудь яркое, и дети все на это яркое переключились. Кто-нибудь весёленький пролетел за окном, какая-нибудь птичка громко щепечает, все переключились на птичку. Кто-то один заплакал, все переключились на плакальщика. У детей, у которых уже есть произвольность, есть возможность не обращать внимания на помехи и шумы и какое-то время заниматься своим делом. Оно только формируется в дошкольном детстве, но оно может формироваться быстрее, если мы обращаем на это внимание и помогаем ребёнку с помощью разных упражнений. Здесь мы будем говорить о особенности высших психических функций, то есть наша задача — дорастить ВПФ к моменту поступления в школе. И что важного нужно знать именно про эту особенность человека? То, что память, внимание, воображение, мышление — это результат деятельности органической структуры. То есть их не будет, они не будут развиваться, если вот эти нервные волокна ребёнка не в порядке или, допустим, мозг плохо снабжается кровью по каким-то причинам. То есть это физиология, поэтому так много мы делаем разных упражнений, связанных с телом, так много делаем разных упражнений из нейропсихологии для того, чтобы вот этот вот субстрат нашей мыслительной деятельности развивался. Дальше. Развитие ВПФ носит социальный характер, то есть если взрослые не будут заниматься развитием, то мышление, память, воображение у ребёнка не будут развиваться на должном уровне. То есть они развиваются только, когда ребёнок взаимодействует с другими людьми, ну и желательно, чтобы это были взрослые. Но и важно то, что мыслительный аппарат — это достаточно сложная конструкция, и мы формируем в последней группе детского сада не только абстрактное мышление логическое, но ещё и развиваем, например, пространственное мышление, творческое, ну и сейчас очень хорошая, на мой взгляд, тенденция, ещё и у детей развивать инженерное мышление, то есть умение делать что-то руками и умение находить ответы на какие-то сложные технические задания, работать по тех заданиям. Это всё тоже стимулирует мышление, поэтому да. Творческое мышление тоже развиваем, потому что современный школьный процесс, он всё больше и больше становится креативным. Пространственное мышление, работаем над этим очень серьёзно, потому что, во-первых, это поможет детям овладеть грамотой и научиться правильно писать. Без пространственного мышления это очень сложно. Ну и не забываем о том, что мир современных детей, он трёхмерный, он многомерный, ну и деткам придётся очень рано, ну вот 6-7 класс, они уже во всём орудуют в каких-то трёхмерных конструкторах, инженерных программах, то есть вот это пространственное трёхмерное мышление мы тоже развиваем. Ну и инженерное тоже об этом я уже сказала. Но в основе всего, конечно, лежит развитие логического мышления, и давайте ещё раз поподробнее я поговорю об этом. Что такое логическое мышление и что мы смотрим в умениях ребёнка? К 6-7 годам, то есть к моменту поступления в школу, ребёнок должен уметь находить закономерности, по которым объединяются группы предметов, продолжать логические ряды самостоятельно, причём закономерности он находит по какому-то существенному признаку, а не по второстепенному. Есть у деток с задержкой психического развития свойства закономерности искать по другому признаку. Это не креативность, это не умение видеть какой-то основной признак. Ну, например, у нас есть картинка, на которой есть красная шапочка, зелёная шапочка, ещё какая-то там красная панамка, например, и красные сапожки. Ребёнок устраняет из этой конструкции зелёную шапочку, потому что она зелёная и не видит основного признака, то есть что сапожки — это предмет совсем другого предназначения, не такой, как шапочка. Этого он не замечает, но цвет он заметил. Вот на эти вещи обращайте тоже внимание. Дальше — находить лишний предмет из пяти предложенных, составлять рассказы по картинкам и делить предметы на группы, то есть воспользоваться классификацией и уточнять при этом, какой признак был взят за основу. Если этим заниматься, то детишки становятся умные и ловкие, и они начинают играть вот с классификацией и берут предметы разнообразные, делят их на группы по одному признаку, потом говорят, ой, а я могу вот ещё по другому признаку и перекладывают на другие кучки и называют вот этот признак, по которому они классифицируют. Это то, что касается мышления и логического мышления. И ещё это волевая готовность, которой очень и очень мало у подготовишек, но вообще крайне мало. Тоже кто со мной согласен, давайте проголосуем огонёчками слева от чата. То есть это готовность ставить цель, сохранять фокус на цели долго, достаточно долго для того, чтобы предпринять какие-то действия к ней, способность к осуществлению волевого усилия и соподчинение мотива. То есть мотивы развлечься, отвлечься, поболтать с приятелем, они становятся не очень важными, а в момент достигнуть свою цель, например, собрать корабль из конструктора, она становится ведущей. И здесь же развитие произвольности, то есть умение, способность и возможность ребёнка контролировать своё поведение и свою деятельность. Здесь нам не очень легко, потому что среди современных родителей есть чудесная тенденция. Они говорят, что ребёнок терпеть и ждать не должен. До какой-то степени это верно, потому что есть вещи, которые мы ребёнка не заставляем терпеть, и это связано прежде всего с физиологией. То есть голодный ребёнок или ребёнок, который хочет спать или хочет в туалет, он не может заниматься, пока вот этот дискомфорт физически не будет устранён. Я о другом, о том, что дети сейчас получают всё, что хотят, без какого-то ожидания. И это, конечно, прекрасно. Я вижу, что опять огонёчки у нас стоят. Это на самом деле просто тенденция современности. Но что получается? То есть ребёнок не умеет ждать, ребёнок не умеет фокусироваться на цели, не умеет достигать цели. Он захотел какую-то там суперкуклу, он получил. Правильно будет маме, наверное, сказать, если ты вот это хочешь, давай мы с тобой купим через две недельки, когда у меня будет зарплата, например. Подождёшь? Ну, если ребёнок говорит «да», то хорошо. Но здесь обязательно обещание выполнять. Это тоже очень важно, потому что если взрослая… Есть ведь обратная сторона, есть такой воспитательный момент, что ребёнок ждёт, что ждёт, а потом взрослый ему не даёт под каким-то предлогом. Вот. Если уже пообещали, то нужно дать, потому что когда ребёнок не получает обещанного, возникает тоже эффект, который волю ребёнка губит и гасит. это эффект выученной беспомощности. Это эффект выученной беспомощности. Поэтому правильным поведением родителей будет дать возможность ребёнку подождать немножко, объяснить свою цель, может быть, сделать какие-то шаги, которые приблизят к этой цели ребёнка, и потом дать ему возможность получить вот эту вот вожделенную награду. Ох уж эти современные тенденции там. Ну, мы с вами затем тут и работаем, чтобы эти тенденции немножко сглаживать на пользу детей и всего общества. Вот это про волю. Ну, и сейчас ещё поговорим про такие вещи, тоже относятся к психологической готовности к школе, как, например, появление собственного мнения, взгляда на себя и от окружающих. То есть очень важное новообразование — то, что ребёнок на себя может смотреть социальным взглядом. То есть, с одной стороны, он себя как-то ведёт, а с другой стороны, он сам себя оценивает уже, как бы его оценивал посторонний человек. Вот этот вот социальный взгляд, он тоже к 6-7 годам начинает у детей проявляться. Про планирование уже всё рассказала. Меняется самооценка, исчезает возрастной эгоцентризм, и ребёнок может поставить себя на место другого человека. Это приятные такие вещи, но есть и обратная сторона, потому что ребёнок становится очень бракливым, очень капризным и упрямым, и проверяет все правила, предложенные родителями, на прочность. Действительно ли это так нельзя? А может, немножко можно. И вот здесь родители тоже должны правильно себя повести, потому что самое время перед школой сменить семейные правила, свод правил, и, может быть, перераспределить обязанности, чтобы потом не наталкиваться на это в первой четверти школьной жизни. И ещё важная такая вещь, что авторитетом становятся не родители, а социальные взрослые. Ну, то есть родители в это время слышат жутко обидные слова. «Мам, ты всё неправильно говоришь, Марья Ивановна сказала делать так». То есть Марья Ивановна становится важнее, чем мама, хотя ещё год-два назад мама была где-то на уровне Бога. Но это тоже хорошо, потому что ребёнок готов перейти в руки социального взрослого и уже подняться на какую-то другую ступеньку в своём социальном развитии. Ну и да, если помните, издавна детей 6-7 лет забирали из семьи, отдавали в подмастерье для того, чтобы они у другого взрослого, не у родителя, могли научиться уму-разуму и какому-то своему ремеслу. И теперь мы поговорим про третий компонент, про социальную готовность к обучению в школе. Это, опять-таки, умение контролировать своё поведение, понимание смысла правил поведения. Вот отступление сделаю, вы можете сказать, почему это у вас и на том, и на другом слайде умение контролировать собственное поведение. Смотрите, в контроле своего поведения тоже есть два компонента. Есть компонент физиологический, то есть это насколько развита нервная система ребёнка в умении тормозить. То есть наша нервная система, опять-таки, грубо, не на медицинском, она очень понятна в таком уровне, если говорить, то она имеет два компонента. Один — это газ, а второй — это тормоз. То есть одна часть нервной системы работает на то, чтобы ребёнка активировать, а вторая работает на то, чтобы его вовремя притормозить. Если тормозная система отказывает, то ребёнок не может физиологически контролировать своё поведение. Это вариант с ДВГ, например. Но если у ребёнка в порядке нервная система, а он не научен контролировать своё поведение, тогда это другое дело. То есть это уже социальный навык, который можно обучить. Где то, где другое, разобраться тоже можно, потому что при варианте с ДВГ ребёнок не контролирует своё поведение нигде, а при варианте плохой социальной подготовки ребёнок там, где ему нужно своё поведение, контролирует, а там, где можно не контролировать, не контролирует. То есть он ведёт себя по-разному в разных местах. Вот. Надеюсь, что пояснило. Дальше ещё одна такая важная штука — это понимание принадлежности к группе. Без неё первоклассники в школе теряются и не могут найтись, потому что у них нет понимания, что он ученик первого класса, например. Дальше. Социальная готовность — это обладание набором коммуникативных навыков, которые помогают выстроить диалог и с учителем тоже, и с детьми по классу. Это умение просить о помощи и умение правильно вести себя в конфликтах. Немножечко про диагностику. Как мы можем посмотреть очень быстро, насколько ребёнок готов? Смотрите. Я очень люблю тесты, которые сразу же нам показывают много вещей за короткое время. То есть делаешь тест с ребёнком, допустим, минут на 10-15, и получаешь представление о каких-то таких системных, комплексных вещах. Например, методика «Зеркало». Я её очень люблю. Она сразу же вам за очень короткое время покажет, кто социально готов к школе, а кто ещё не готов. Что мы делаем? Мы предлагаем ребёнку сделать волшебный рисунок. Это рисунок через осимметрию. То есть половина у нас рисунка есть, а половину надо дорисовать. И первую серию ребёнок делает без взрослого. Ну, как это выполняется? То есть мы говорим, вот нужно сделать вот это и это. Потом говорим, ой, мне нужно уйти на 5 минут, и уходим через щелочку, подглядываем, что там происходит. И мы видим много всего разного. То есть кто-то старательно делает, а кто-то уже побежал за игрушками. Дальше взрослый возвращается, смотрит задание, помогает детям, вернее, не помогает, а указывает детям на ошибки, подсказывает, как лучше сделать. И ребёнок выполняет такое же задание в присутствии взрослого. И потом говорим, а сделай-ка вот ещё раз, пожалуйста, самостоятельно. И опять взрослый уходит, но вот на этом этапе он уже должен, в принципе, чему-то научиться и сделать лучше. И вот потом, когда мы смотрим уже результаты этого теста, то мы определяем детей вот по таким категориям. Есть детки, которые ещё совсем-совсем дошкольники, то есть они не могут работать по правилам и не пользуются помощью взрослым. То есть первый, второй и третий рисунок будут одинаково слабо сделаны. Есть детки-предученики, они уже почти готовы к школе, у которых помощь взрослого работу существенно улучшает. То есть первая картинка плохо, вторая хорошо, третья снова плохо. Есть ученики. У учеников первая картинка плохо, вторая лучше, третья ещё лучше. Есть псевдоученики, то есть он начал делать, взрослый подошёл к нему, и рисунок стал ещё хуже. А есть коммуникаторы. Вот у них второго и третьего рисунка не будет, зато они будут очень много и здорово с вами болтать в течение всего вот этого вот упражнения, тестового занятия. То есть здесь мы уже видим, насколько каждого ребёнка можно дотягивать и что можно с такими детками делать. Ещё один вариант теста, вот такой вот он, он включает в себя картинки, три картинки, и включает в себя тестовую часть вопроса. Картинки мы показываем вот такие. Первое задание, это задание нарисуй человека, ну или мы говорим нарисуй дяденьку, чтобы разночтения не было. И больше ничего не говорим, образцов не даём. Ребёнок рисует. Второе, нужно скопировать фразу, ну, например, он ел суп. Если ребёнок счастливый говорит, что он умеет писать письменные буквы, вы даёте фразу на английском языке, потому что здесь важно не списать буквы, а здесь важно скопировать линии. И третье, это скопировать точки. Вы видите варианты ответов на слайде. Ответы 1 и 2 в каждом из заданий говорят о том, что ребёнок в целом в школе готов. Ответы 3 говорят о том, что ребёнок находится в состоянии предученика. Если у вас 4 и 5, то вам очень и очень много нужно будет потрудиться, чтобы дети были готовы к школе. Но, кстати, опять-таки по последним группам я наблюдаю такую тенденцию, что задания со списыванием букв и копированием точек делают на 1 и 2, то есть достаточно хорошо, а рисунки у детей на 4 и 5. Как ни странно, рисование у дошкалят почему-то тоже прихрамывает. Ну и тоже тестовое задание. С одной стороны тестовое, а с другой стороны мы много таких делаем в качестве тренировки. Это графический диктант Ильконин. Можно ещё сделать вот такие тестовые задания, как лабиринт, и вы посмотрите, насколько ребёнок владеет пространством. Вот такой тест можно сделать, чего не хватает, например. Ну и разные другие тесты вы делаете, их несколько, и потом повторяете уже перед самой школой. Ещё несколько тестов мы делаем на самооценку, потому что это очень важный компонент, как я уже сказала. Если у ребёнка занижена самооценка, то он будет не успевать, будет всего бояться, стесняться и не идти на контакт. Если самооценка сильно завышена, то ребёнок будет делать всё по-своему, а всё обучение в первом классе, оно построено на копировании срок. То есть ребёнок учится срок учителя практически, и если ребёнок говорит, ой, а я это всё знаю, я за вами повторять не буду, то он моментально тоже скатывается вниз. Нормальная самооценка для старшего дошкольника выше среднего. Как мы проверяем? Проведите вот такой тест лесенка. Скажите ребёнку, вот лесенка на первой ступеньке самый ужасный ребёнок в мире, а на десятой ступеньке просто самый замечательный ребёнок в мире. Поставь себя на какую-нибудь лесенку. Ну и здорово, если ребёнок поставит себя на 6, 7 и 8, эта самооценка нормальна. Если 4 и 5, то это работа для психолога, искать причины низкой самооценки и выбирать. Но причины чаще всего в семье бывают. Вот. Из чего формируется самооценка? Это жизненная позиция, которую ребёнок усваивает в самом раннем детстве. То есть по каким-то событиям, которые происходили за первый год жизни, ребёнок уже к одному году, делает некий вывод, который потом, если не корректировать, сохраняется всю жизнь. То есть он может считать, что мир вокруг хороший либо плохой, и взаимодействовать определённым образом, либо бояться, либо наоборот идти на контакт с миром. И он может считать себя хорошим или плохим. И если он считает себя хорошим, то он радостно будет делать все задания, а если он считает себя плохим, то он и не будет ничего делать. Какой смысл, если всё равно ничего не получится? Это то, что формируется в раннем-раннем детстве, и плюс на это наслаиваются ваши оценки, оценки значимых взрослых, в том числе родителей, оценки сверстников, ну и какие-то свои собственные опыты, победы, поражения. Поэтому так важно нам, подготовительной группе, дать всем, абсолютно всем деткам, возможность прожить какие-то свои победы для того, чтобы сохранить адекватную самооценку. Ну и буквально несколько слов я хочу сказать про семейную систему, потому что кризис первоклассника, он связан не только с сыном ребёнком, но и с его семьёй. И готовность к школе — это понятие, которое относится не только к ребёнку, но относится и к его семье. И вот здесь мы смотрим и тоже тестируем, насколько взрослые доверяют ребёнку выполнение каких-то самостоятельных заданий. Пример из своей практики. Проводила детско-родительская у нас задание для мам, задание для детей. На одном столе мамы работают, делают что-то, на другом параллельно дети. У детей задание, там сделать цепочку из блока пьениша, которые не повторяются ни по размеру, ни по цвету. Мамы смотрят, дети думают. Прошло буквально секунд 30, как мамы, как сполошенные домашние птицы, перебежали за столик к детям и начали их руками водить и показывать, как нужно сделать правильно. Потом, когда уже шеринг проводили, с мамами говорили на эту тему, я ещё попросила ассистента снять всё это на видео, и потом посмотрели. Выяснилось, что у мам вот этот страх ошибки ребёнка, страх ошибки ребёнка, он огромный. И мамам вот просто физически трудно пережить, если ребёнок делает ошибку. Это как раз вот про семейную систему, про недоверие к ребёнку, к его способностям, и про нежелание и, может быть, невозможность ребёнка отпустить, потому что взросление ребёнка – это постепенное отпускание, а не у всех мам и у родителей это получается. Но и обратите внимание на семьи и группы рисков, проследите, какие они, может быть, что-то есть и у вас тоже. Это может быть такая очень спокойная, очень благонравная семья, которая не выражает открыто своих чувств. Но внутри вот этой семьи может быть много-много чего. Заблокированные эмоции – это и тоска, депрессия, скука, и низкая самооценка в том числе. Это может быть вулканическая семья, сталкиваясь тоже с истеричными мамами или истеричными бабушками, не дай бог кому-нибудь. Когда эмоции просто-напросто забивают всю возможность критически мыслить, и на эмоциях живут дети, родители. Много слёз, много радостей, много руганий. Ну вот как бы так. Может быть, семья санаторий. Особенно если у вас будут дети с ОВЗ, то может быть такой склад семьи, когда все дружненько ребёнка оберегают. И вот такая семья ребёнка тоже не отпускает. То есть там будет чрезмерная защита, к вам будут ходить и говорить, что задание слишком трудное, занятие слишком долгое, ребёнок устает, и чего вы вообще его мучаете, он ещё в школу не пошёл. Это может быть закрытая семья, семья-крепость, где проблемы есть, но их никто не показывает. Страшнейшие ситуации могут быть. В практике, допустим, когда мы долго выясняем, откуда невроз у ребёнка, ходим кругами вокруг везде, пока не добираемся до песочной терапии, до рисуночных тестов и понимаем, что ребёнка в семье бьёт. Вот. Семья-крепость, всё закрыто, ребёнок не говорит, бабушки молчат, мамы молчат, а внутри происходит страшное. Ну и так далее. Посмотрите тоже на слайдах. Семья-театр или в современном варианте семья-инстаграм. Это мама, которая срослась с телефоном, и ребёнок фотографируется со всех позиций, мама фотографируется с ребёнком, с учителем, с цветами и так далее. Но глубины нету, то есть глубины близких доверительных отношений нет. Семьи, где ребёнок кумир, их тоже видно, но и семьи, где у всех свои разные цели и нет какой-то определённой цели. Вот такие семьи дисгармоничные, они дают очень плохую подготовку, очень плохо. Семья справляется с кризисом первоклассников. Ещё здесь несколько слайдов по поводу выбора школ. Посмотрите, пожалуйста, сами, потому что ещё очень важную вещь я хочу сказать и говорю для того, чтобы вы передали это родителям, ну и учили тоже сами. Если мы говорим про кризис первоклассника, то это нормальный физиологический кризис, а все кризисы идут по одному и тому же сценарию. То есть это сначала старое разваливается, потом потихоньку начинает складываться новое, проводятся какие-то опыты, это новое тестируется, и потом уже оно становится нормальным, хорошим, ребёнок поднимается на следующий уровень. Ну, например, смотрите, был малыш, он ползал со скоростью света по комнате. Вот, это старая система. Он встал на ножки, и ножки ещё не держит. То есть ходячий ребёнок, который только что начал ходить, он уступает по скорости давно ползающему ребёнку. Но это новая система, и она начинает формироваться. Проходит какой-то… Проходит период опытов, шлёпаний на попу и так далее, набивания шишек, ребёнок начинает бегать очень быстро, система сформировалась. Здесь у нас происходит точно так же. То есть был замечательный дошкольник, девочка с бантиками, мальчик с машинками. Вдруг всё замедлилось, он перестал играть, он стал капризным, он стал уставать, кризис пошёл, тело растёт, вся сила уходит на то, чтобы тело вырасти. И дальше мы видим, что всё это разрушается, и потом постепенно начинает создаваться практически новая Личность, уже социальная Личность. И что мы можем сделать, чтобы ребёнку помочь? На первом этапе, когда мы видим, что вот это движение замедляется, и старая система начинает разваливаться, мы не планируем никакие изменения. Мамочки очень часто любят рожать второго, приурочивая это к первому классу старшего ребёнка. И вот это двойной кризис для семьи, потому что рождение ребёнка – кризис, первоклассник – кризис, и всё это не очень хорошо. Поэтому не рожаем второго по возможности, не планируем, не переезжаем, не делаем ремонт, ну вот и так далее. Второе, что нужно сделать, это не держаться за старое. То есть здесь у родителей могут быть попытки сохранить старые правила, а ничего не получается. Ребёнок сопротивляется, система сопротивляется. Здесь очень важно в какой-то момент сесть и перераспределить роли в семье. И с шестилетками мы об этом говорим абсолютно честно. Вообще с детьми любого возраста я предпочитаю быть абсолютно честной, поэтому и с детьми, и с родителями мы просто садимся и просто вырабатываем новые правила. И следующее, на этапе тестирования не ждать сразу же каких-то идеальных вещей и дать ребёнку огромное-огромное поле для ошибок. Не собрал портфель, забыл сложить тетрадку, ничего страшного, учитель даст листочек, завтра ты придёшь с тетрадкой, но сам. Не получилось нарисовать крючочек, ничего страшного, отдохнись, ешь мороженку, нарисуешь ещё этот крючочек. То есть здесь просто набраться терпения и подождать, когда система сама сложится. Ну и да, изменения происходят скачкообразно, и потеря функциональности на любом кризисе — это нормальное явление, и нужно это принимать как нормальное. То есть первоклассник сразу же классным учеником не будет. Точно так же, например, как прекрасная невеста становится поначалу не очень хорошей, не очень умелой живой. Потом научится, но должно пройти время и должно появиться терпение. Ну и третье, что изменения требуют огромной энергии, поэтому не отвлекаем энергию на что-то другое, не планируем для ребёнка пять крючков в первом классе, какие-то сумасшедшие физические нагрузки. Наоборот, стараемся, чтобы ребёнок много времени проводил на улице, гулял, кушал витаминчики, видел солнышко, как раз у нас лето впереди, и на это есть много времени, и дай Бог, чтобы это всё так было. Вот. И я желаю успехов будущим первоклассникам, желаю успехов вам. И немножечко поотвечаю на вопросы. Сейчас чат отмотаю, то есть что вы легла, стоп. Так, вот видела вопрос про нейропсихологические упражнения. Смотрите, вы их можете абсолютно безболезненно для себя вставлять в разминку между занятиями. Занимались-занимались, потом сделали капитана, да, там, кулак-ребро и так далее. И всё, каждый день понемножку. Нейропсихологические упражнения могут быть играми. То есть, допустим, игра «Капитаны» или игра «Огонь и вода», они нейропсихологические, то есть они какие-то вещи тренируют. Давайте я вам напишу в чат автора, у которого всё это есть. Я даже… Ой, так. Семенович автор. Вот. И у неё найдёте нейропсихологическая диагностика и коррекция. Так. Секунду. Указывается, это не очень легко писать в чат. И у неё там просто сотни-сотни вот этих упражнений. Господи, Боже мой. Ладно, не могу отправить, не буду уже тогда пробовать. Семенович автор забыл. Вот. То есть эти упражнения мы делаем не каким-то большим и серьёзным блоком, а мы их вставляем везде, везде, везде. Когда бить тревогу, приращение не происходит. Вот смотрите, вы уже себе ответили. Если вы работаете, а приращение не происходит, тогда отправляйте к специалистам. Потому что мы работаем даже с детьми, с УВЗ, и при применении нейропсихологических упражнений, при пристальном развитии, приращение происходит очень быстро. Если их нету, то вы бьёте тревогу. Вы бьёте тревогу, если у ребёнка отстаёт рисунок. Что ещё? Если ребёнок не может сосредоточиться долго, а если ребёнок не контролирует своё поведение. Ну вот вначале на слайдах есть как раз те моменты, в которые нужно забить тревогу. Попросите проконсультироваться у нейропсихолога, потому что нейропсихологи смотрят всё вместе. И физиологию, и то, как работает мозг, и то, какие у ребёнка есть знания. Современным родителям, да, стараемся донести. Для родителей тоже видео записываю. Смотрите, перейдите на страничку ВКонтакте. Вот здесь как раз на слайде есть. Есть YouTube, но там не очень много, я просто честно не успеваю. А вот на страничке ВКонтакте там есть материалы, и по деткам тоже. Всё, вроде бы вопросов больше нет. Если вопросов нет, тогда я заканчиваю. Так я уже очень долго рассказываю, уже всё наше время прошло. Спасибо вам за то, что слушали. Ещё раз успехов и хороших подгодовишек. Вопросы во вкладке «Вопросы». Сейчас, секунду, ещё три вопроса. Так, вот авторов Семенович возьмите «Нейропсихологическая диагностика и коррекция». Смотрите, лучше, если педагог попросит пройти обследование у нейропсихолога, или психолог проведёт обследование, и педагогу выдаст рекомендации, а педагог уже будет использовать упражнения вот по этим рекомендациям. Принудительного закона нету, если родители не ведут в ПНДК. То есть это длинный путь, такой очень длинный путь через пояснительные записки, объяснительные и через уговаривание родителей. Ну вот, смотрите, работа по Семеновичу, это опять-таки работа нейропсихолога, это если там какое-то сложное отставание, то мы это делаем. Но для обычной группы обычных деток вы можете просто такие 10-минутные, 10-минутные, 5-минутные разминки вставлять в любые занятия. У нас идёт, ну, я веду комплексную группу подготовки к школе, у нас называется «Фитнес для мозга», например, и мы вот 10-минутные занятия вот эти ведём. Вот, если нет вопросов, тогда я, ну, не прощаюсь, говорю «до свидания», «хорошего лета». Благодарю организаторов за возможность сказать то, что для меня так важно, и всего вам самого доброго. До свидания.